Всем, наконец-то, доброе утро! Сегодня уже аж среда, а мы, если не изменяет память, с вами еще ни разу на этой неделе не учили Аллаху. Как же без нее Аллаха – двигатель прогресса? Потому что можно, конечно, долго рассекаться мыслью по древу по поводу о том, как каббалистические корабли бороздят Большой театр, но давайте не забывать, что еврейский образ жизни определяется именно законодательством. И поэтому, дамы-господа, если вы до сих пор в полном шоке и недоумении каждое утро, почти каждое утро, к сожалению, в Нью-Йорке по нью-йоркскому времени в 10 утра подключаетесь, то вы попали на… и вы в недоумении этого. Куда вы попали? Вы попали на ежедневный урок по Аллахе, который мы учим по этой книжке «Кипсу Шухана Руха». Это на самом деле уже вторая сессия, потому что мы закончили с вами с начала пандемии одну книжку «Шухан Руха Кацар», в которой мы закончили весь второй том, посвященный законам благословений. Я не в курсе политики, пандемия продолжается, не продолжается, не мое это дело, но мы благополучно продолжили изучать Тору и учим с вами уже вторую книжку. Это «Кипсу Шухана Руха», самая базисная книжка в иудаизме, если так можно сказать. И да, может быть, она покажется кому-то слишком простой и такой не для нас особо просвещенных товарищей, но, на мой взгляд, это самое-самое важное. И мы с вами такие молодцы, что не только закончили 22 главу, если не ошибаюсь, а мы еще периодически перепрыгивали с вами на другие главы, которые связаны с календарным временем еврейского года. И сейчас точно так же мы с вами сделали большой прыжок вперед от Ажи на 121 главу, которую мы с вами благополучно закончили. Она, в общем, говорила о постах, потому что, как вы знаете, в воскресенье был пост 17 Томуза, и период между 17 Томуза и 9 Ава, так сказать, набирает обороты. Поэтому мы с вами продолжаем эту тему и учим сейчас 122 главу, которая как раз и посвящена, которая как раз и посвящена этому периоду между 17 Томуза и 9 Ава. И так как мы с вами давно уже не встречались, то я не буду дословно повторять все, что мы с вами учили, но хочу сказать, что есть такая классная штука – это читать Тикун Хацот, который обычно читают в астрономическую полночь. В эти три недели читать Тикун Хацот после наступления полудня, то есть в раннем early afternoon, то, что говорится, если кого-то это интересует, я в группу поставлю обязательно текст Тикун Хацот, по-моему, у меня он есть на английском, если кто-то хочет читать, тем более сейчас такое сложное время для еврейского народа. Мы с вами учили по поводу стрижек, по поводу что нельзя стричься на усы, стричься можно, по поводу автород, который мы учили, и о том, что в общем-то в месяц ап мы сокращаем в радости. Но мы как раз и перешли с вами обучение, изучение того, что мы делаем в месяц ап, тем более, что в этот шаббат мы благословляем новый месяц, месяц ап, да, несмотря на то, что это очень неблагоприятный месяц для нас с вами, как для еврейского народа, мы все равно его благословляем, потому что мы определяем реальность, и только мы с вами можем определить, каким это будет месяц, и дай Бог, чтобы он был таким, что нам уже не пришлось поститься, потому что, как говорит Рамбан, что во время прихода на шефа все посты станут самым большим праздником, ну, наверное, на контрасте самый большой праздник и будет 9 авра. Но я вернусь буквально чуть-чуть назад, потому что, если они не ошибают память, или не отшибают память, то в пятницу, когда мы последний раз, не, даже не в пятницу, а в четверг, по-моему, когда мы последний раз с вами встречались, мы с вами начали учить восьмой параграф 122 главы, он достаточно длинный, поэтому мы выучили там всего несколько предложений, я вернусь на начало этого параграфа, заодно и будет всем повторение. Итак, если кто-то следит по тексту, 122 глава, восьмой параграф. Поехали. Есть традиция в еврейском народе не кушать мясо и не пить вино с 9-го, а по 9-го, собственно, я заговариваюсь, потому что я как раз вспомнил о том, что у нас в семье то мы берем на себя это устражение, то нет, и все время никак не можем решиться, делаем мы это или нет, потому что есть устражение, которое мы выучили в первом параграфе этой главы о том, что не кушать мясо и не есть, не кушать мясо и не пить вино с 17-го тому за по 9-го, то есть все эти три недели, это не обязаловка, это есть такие, которые так себя ведут, поэтому это вы решаете каждый сам для себя, ни в коем случае обязаловки нету, а вот такие, да, обязаловка, это с Рош-О-Душа-Ав, потому что в месяц Ав мы особо скорбим, все самые трагические события для нас с вами произошли в течение первых 9-10 дней месяца Ав, поэтому мы не пьем вино и не едим мясо эту неделю, в этом году это достаточно просто, потому что Рош-О-Душа, он у нас в Шаббат, и мы по-любому будем с вами пить вино и есть мясо, и 9-ая Ава у нас, соответственно, будет воскресенье, соответственно, в канун 9-ого Ава мы по-любому будем пить вино и есть мясо, потому что, опять же, это Шаббат, ну а все остальные ни, 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 ни в зуб ногой. И нельзя кушать даже то блюдо, в котором варилось мясо, да, то есть, например, вы скажете бульон, бульон, это не как таковая курица, сейчас, не надо, как мы начинать сейчас курица, это вообще не мясо, да, курица не птица Болгария, не за границей, а действительно не жена, как говорили у нас в Одессе, но нет, это тоже там существует мясом, и поэтому мы не едим даже блюдо, в котором варилось мясо, хотя как такового мяса нету, или просто использовались, допустим, мясной жир, на котором, животный жир, на котором жарили, это тоже нельзя в эти дни с Рош-О-Душа по 9-ого Ава. Ну, вот тут как раз, как будто бы Радгансов в 19 веке услышал меня, или точнее вас, ваше движение извилин по поводу курицы, говорит, что даже курочку нельзя, потому что, как вы знаете, запрет на кушать курицу с молоком, это запрет наших мудрецов, а выполнять запреты наших мудрецов, это, соответственно, тоже заповедь истории, так что тут у нас такое кечество не то. Но если человек, которому вредны молочные продукты, то есть у кого-то неусваиваемость лактозы, может облегчить и кушать в эти дни с Рош-О-Душа по 9-ого мясо курицы, потому что, опять же, это только мясо для банана. Вот это цора холе, и по отношению к больному, если не дай быть человек болен, ну, мало ли, там приводится несколько раз даже в шухонорке такая фишка о том, что там дают пососать кусок сырого мяса, там, каких-то заболеваний, я не натуропат и не натуровед, поэтому не знаю, но если вдруг кому-то именно по состоянию здоровья необходимо кушать мясо, а коль мутар, можно все это время, кроме там последних трех дней, об этом сейчас мы поговорим. Но если человеку, вот, ну, не то, что там это, то есть это, если не кушать мясо вредно для здоровья и нужно для поддержания здоровья в организме кушать это мясо, я не буду сейчас судить, кому это вредно для здоровья или полезно для здоровья, что вы ходите, качаетесь в джимы, поэтому вам нужны протеины, срочно нужно кушать стейк каждый день, это ваше решение, я не работаю много бухгалтером, вам нужно решить, это полезно или вредно для здоровья. Если человек, у которого действительно это вредно для здоровья, но не смертельно, и он может потерпеть три дня, то с седьмого ава перестают кушать мясо даже такие люди. Опять же, в этом году это все просто, нужно перестать кушать с седьмого ава, это значит не кушать мясо всего лишь один день, то бишь пятницу, потому что восьмое ава – это воскресенье, а девятое… восьмое ава – это суббота, а девятое ава – это воскресенье, так что все равно получается только пятница. И есть традиция, что роженицы, те женщины, которые вот-вот рожатели, вот-вот они уже родили, кстати, можно меня поздравить, я вчера вечером стал по Нью-Йоркскому времени, по Нью-Йоркскому ночью стал в очередной раз дядей, да, то таким женщинам принято, что они тоже кушают мясо, хотя бы курицу, до седьмого ава, а с седьмого по девято ава включительно ее все равно не едят. Потому почему им так важно именно с седьмого ава, потому что, как мы учили, будем учить дальше, с седьмого ава наши враги вошли в храм, святыню и начали там разрушение сквернения, началось все это с седьмого ава, а девятого ава уже там все было разрушено, горел храм до середины дня десятого ава. Теперь, какие есть исключения? Вы бы свидать митсва, если это заповедная заповедь. Что такое заповедная заповедь? Заповедная заповедь – это заповедь, которая посвящена заповеди. Трапеза, что я что-то заговариваю сегодня утром. Заповедная трапеза – это трапеза, которая посвящена заповеди. Допустим, если это заповедь обрезания, заповедь с бракосочетания, она отпадает, потому что в это время не устраивают свадьбы. Заповедь посвящен обрезанию, выкупу первенца и так далее. Если это трапеза, посвященная обрезанию выкупа первенца или окончанию раздела Талмуда, допустим, то, что мы с вами делаем для тех, кто считает себя первенцами в канун по Исахада, заканчивается раздел Талмуда. Есть, кстати, традиция в это время в еврейском народе устраивать как можно больше окончания разделов Талмуда именно для того, чтобы устраивать эти трапезы. На таких трапезах можно пить вино и кушать мясо. Но это не значит, что сейчас вам нужно искать по всему Бруклину или где вы слушаете этот урок, я не знаю, в Гонолугу, все такие заповедные трапезы, хотите навещать каждое обрезание. Почему? Потому что, конечно же, у этого есть лимитации. Кто освобожден от этих ограничений и на заповедной трапезе может пить вино и кушать мясо. Выхудс мя абута баха вибанав. Кто тут сразу рафганцы делают такой оборот речи, говорит, кроме родителей, братьев и сестер, и детей, то есть по первому родству, по отношению к тем, кто радуется, что имеется в виду, если родился ребенок. То понятно, родители ребенка, они могут кушать вино, пить вино и есть мясо. И братья и сестры того, кто родился, тоже могут пить вино и есть мясо. Но бабушки с дедушкой уже в пролете. То же самое касается выкупа первого. Выхудс мя эйлу шееш лэм шея куд бимитсва. И кроме этих, только те, которые связаны с заповедью. Что имеется в связанной заповедью? Ну, естественно, моэль. Моэль, без него как бы обрезание почти так же невозможно, как и без ребенка, которого будут обрезать. Но сандэль, тот, который держит ребенка и так далее, который связан с выполнением заповедей, точно так же освобождены. И кроме них, кто еще могут и кушать вино, и есть мясо, и есть вино, и можно на такие мероприятия пригласить еще 10 человек для того, чтобы была радость. Потому что какая же радость без компаний. А компания, как известно, в иудаизме, это имеется в виду 10 человек. 10 мужчин, не обязательно именно человек. Женщина тоже человек, как и мужчина тоже человек. Не об этом идет речь. Но минианом считается только мужчиной. И только потому, что миниан состоит из людей, у которых есть обязанность, а не только право в изучении Тора. То есть это миниан в данном случае отражение обязанности. Но из этих 10 человек, которых можно пригласить, должны быть именно те люди, которые бы пришли к этому человеку, в гости на такое мероприятие в любом случае. Я видел, не помню, у кого уже ответ, но о том, что, в принципе, если ты приглашаешь гостей, и это люди, которых ты в любом случае бы пригласил на любое мероприятие, то больше даже, чем 10 человек, то можно кушать. Но, опять же, специально ходить по таким мероприятиям не принято. А те, которые приглашаются, хотя на обрезание не приглашают, а просто объявляют, что будет обрезание, те, кто освобождены от ограничения не есть мясо и не пить вино, то есть им разрешено, если вы устраиваете это срошходыш по 9 авгу, это только те люди, которые, ну и так бы к вам пришли, если бы это было и в другой день, они бы их специально пригласили, потому что им очень хочется мясца покушать и винцом запить. Продолжим дальше. И все это можно делать даже вплоть до кануна 9 авгу, но до полудня, астрономического полудня, но сегодня, опять же, у нас в этом году канун 9 авгу выпадает на шаббат, так что мы с вами благополучно будем пить вино и кушать мясо, так что с покухой. Но позже, чем астрономический полдень, уже никакие поблажки не работают, а по-любому на всех распространяются ограничения с вином и с мясом после второй половины дня перед 9 авгу. Но трапезы, которые устраивают ночью перед обрезанием, у особенно сепардов это принято, называется зогар, устраивают трапезу. это не является заповедной трапезой, заповедной трапезой является именно то, что устраивается как сопровождающая как таковой заповедью. Во время трапезы в канун обрезания, которую во многих общинах принято устраивать, это не считается заповед, не считается трапезой, посвященной заповеди. И все равно нельзя кушать мясо и пить вино. А нужно делать такую трапезу молочную. Ну, рыбку, суши, может, еще покушать, нормально, тоже протеин. Теперь, что мы делаем в субботу вечером? Это извечный вопрос, не знаю, хотя, пожалуйста, все Аллаха достаточно очевидно, который мы сейчас с вами и выучим, что мы делаем в шаббат вечером. А у нас шаббат вечером вообще очень интересно, мы об этом, я не буду забегать вперед, обязательно до, это приводится в тринадцатом параграфе этой главы, а мы сейчас с вами заканчиваем восьмой, так что до конца недели мы обязательно туда дойдем, чтобы все знали, но если шаббат выпадает в течение недели, не прямо в канун девятого авы или девятая авы выпадает на шаббат, то в обычной ситуации, что делать Авдалу? Если нам нельзя пить вино, включая и виноградный сок, а Авдалу мы делаем на виноградный сок, есть особо рьяные старые хасиды, которые считают, что нужно делать в этот момент Авдалу на пиво, не так, дамы и господа. Вообще, я хочу сразу сказать, Авдалу кедуш не на вино делать не надо, это не то, что нельзя, если у вас нет ничего другого, что хонору, мы к этим законам, конечно же, еще придем, просто коснусь их, говорит о том, что если не всегда, как говорится, редкое кошерное вино, были времена, когда редкое кошерное вино долетало до середины Днепра, ваш покорный слуга испытывал такие ситуации, даже сами делали кошерное вино в конце 80-х, в начале 90-х годов, но если у вас, не дай бог, нет под рукой кошерного вина, чтобы сделать кедуш или Авдалу, то делают то, что называется на шейхар медина, тот алкогольный напиток, который принято пить в том государстве, в котором вы живете, да, ну это значит, что в Америке нужно делать на бурбон, например, не об этом идет речь, но вообще мы, слава богу, спасибо Всевышнему, да, мы живем в той ситуации, когда нет никакой проблемы с кошерным вином или соком, и поэтому очень важно делать кедуш на вино и на сок, да, Рамбам, кстати, считает, что на мгуша, на вареное вино вообще нельзя делать кедуш, но у нас, так сказать, Аллаха не по Рамбаму, и у нас есть много всяких отягощающих обстоятельств, в которых мы это делаем, но когда идет речь о Авдалле, то, что слышал не, почему это подчеркиваю, то, что слышал, что некоторые говорят, что мы не делаем Авдалу на вино, а сделаем ее на пиво. Ништги, так мы не делаем. Почему? Потому что написано, что тот, кто делает авдалу на вино, увидит своих детей, изучающими Тору. Я не знаю, какие у вас цели жизни, но сегодня со своим младшим сыном начал новый перек в разделе Талмуда, и очень этому рад. Поэтому делайте Авдалу на вино. И даже шаббат, который выпадает в 9 дней с Рошходыша по 9 авгу, что мы делаем? Ибо хоз шел Авдалабу цей шаббат, а стакан Авдалы по окончанию субботы, им ешь тинок, если есть ребенок в синагоге, по мнению Алта Рэббен, да, от Рэббену циклёртых, отхилы тинок, шигелы клаль, хинук, биркатаны ним, вэдайбы кималэлы гамавшиль тинок. Это должен не просто ребенок, а ребенок, который умеет говорить благословение, чтобы он выполнил обязанность. Как бы вы, благословляя на вино, выполнили для него обязанность благословения, достаточно, чтобы он просто сделал один глоток. Шиште, роба косы нутнима, чтобы он выпил большую часть стакана или полтора бы хотя бы один глоток, чтобы не было бесполезно произнесенного голосовения на вино во время Авдалы. Вэйм лав, а если такого ребенка нет, ворохошем у нас, всегда будет таких сегон, таких детей хоть отбавляй, не дай бог, не будем обдавлять, только добавлять. Яхоль лав дибэцмобли что? Человек сам может сделать Авдалу и выпить этот стакан. То есть не нужно изобретать новый иудаизм, если вы любите пиво, как люблю его я, не знаю, что моя жена мне запрещает его пить и делать Авдалу на пиво. Нет, делают Авдалу на вино и дают ребенку его выпить. Но, конечно, у вас останется вопрос о том, что же делать в этом году, когда 9 ава начинается еще прямо вечером по окончанию шабата, и никакой ни ребенок, ни взрослый выпить не может. Об этом мы обязательно поговорим дальше, у нас еще есть время, так что подключайтесь завтра тоже на урок по Аллахе. На этом мы сегодня с вами остановимся. Огромное спасибо всем, кто был с нами на Инстаграме. Если у вас есть вопросы, оставляйте комментарии к этому видео, буду рад на них ответить. Всем такое же огромное спасибо, кто был с нами на Фейсбуке. Если у вас есть вопросы, вы поставьте комментарии к этому видео. А те, кто еще остался на нашем колхозном зуме, если у вас есть вопросы... Субтитры сделал DimaTorzok